В Москве расследуют гибель известного российского политика Бориса Немцова. Он был застрелен этой ночью на Большом Москворецком мосту. В столице действует план «Перехват». Следствие рассматривает все версии, в том числе и заказной характер убийства. В МВД сообщают, что есть свидетели, но подробностей дела крайне мало. Все, что удалось выяснить к этому часу, в репортаже Марины Светлой. Информация о том, что произошло, по городу разлетелась очень быстро. Уже буквально через полчаса на месте работали десятки журналистов и сотни сотрудников полиции. Движение на мосту перекрыли, на месте происшествия выставили оцепление. Уже вскоре после этого прибыли глава Министерства внутренних дел Владимир Колокольцев и начальник главного управления МВД по городу Москве Анатолий Якунин. Когда приехали родственники Немцова, их привели к месту трагедии. У оградительных лент было много людей. Кроме репортеров и оперативников приехали коллеги по партии Немцова и просто сочувствующие. С каждой минутой народу становилось все больше. Не останавливала людей даже непогода, ледяной дождь и мокрый снег. Примерно три часа понадобилось следователям и экспертам, чтобы изучить место преступления и характер выстрелов. Вот как по предварительной версии развивались события. Все произошло около полуночи. Политик ужинал со своей знакомой в одном из ресторанов ГУМа. Затем они вышли на Красную площадь и направились в сторону Васильевского спуска. Буквально через пару минут после того, как пара поднялась на Большой Москворецкий мост, с ними поравнялась белая иномарка. Из нее выскочил киллер и несколько раз выстрелил в Немцова. После чего машина скрылась. Несколько выстрелов. Предположительно, можно говорить уже сейчас о шести, потому что найдено на месте происшествия шесть гильз. Четыре пули попали непосредственно в господин Немцова со стороны спины и причинили ему ранения, несовместимые с жизнью. Представьте, с чего он погиб. Девушка не пострадала, но была в шоковом состоянии. И оказали первую психологическую помощь специалисты МЧС. И уже допросили в отделение полиции. По некоторым данным, спутницей Немцова была 23-летняя украинская модель Анна Дурицкая. Следствие рассматривает все версии. В том числе, не исключает, что убийство могло произойти на почве ревности. Но адвокат Немцова Вадим Прохоров уверен, мотивом послужила исключительно его политическая деятельность. Угрозы и разные провокации были постоянно. Унитаз на машину кидали, аммиаком обливали, яйцами закидывали. Несколько месяцев назад начали поступать угрозы в соцсетях. Какой на самом деле был мотив, теперь предстоит разобраться следователям. Объединяет все версии одно. В правоохранительных органах считают, что это было тщательно спланированное убийство. И за политиком, предположительно, следили от самого ГУМа. По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина, к расследованию немедленно подключились опытные криминалисты и следователи Центрального аппарата Следственного комитета России. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ «Убийство по найму группы лиц» и статью 222 УК РФ «Незаконный оборот оружия». Эксперты уже работают с изъятыми видеозаписями с камер наблюдения. Они могут помочь установить личности преступников. Видеокамера сфиксировала три белых автомобиля, проезжающих по мосту примерно во время убийства. Их номера уже установлены и проверены. Но данные об автомобиле преступников разница. По показаниям некоторых свидетелей, их машина была вообще без номеров. В городе введен план «Перехват». Также в данный момент следователи осматривают квартиру убитого политика на Малой Ордынке. Они проверяют документы, записи и жесткий диск компьютера. Оперативников интересует любая информация, которая поможет в раскрытии убийства.